Всем добрый день! Это канал Деды Класс, с вами Андрей Щетников. И сегодня я хочу поговорить на не совсем обычную для нашего канала тему, адресуясь прежде всего к участникам турниров юных физиков. Но, впрочем, я думаю, что и для многих других подписчиков канала то, о чем я скажу, будет интересно, познавательно и полезно. Я уже много лет занимаюсь турниром. Я руководил командой, сужу турниры, и сибирский, и российский, и международный. И постоянно вижу у докладчиков, даже у сильных, хорошо разобравшихся с физикой, одну и ту же печальную ошибку. И когда мы посмотрели финал сибирского турнира в этом году, с Алексеем Александровичем я осудил, мы сошлись во мнении о том, что вот эта ошибка была просто у всех трех команд. И там, где они получали пятерки, шестерки за доклад, при той физике, которая у них была, они могли легко получать семерки, восьмерки, быть может, даже девятки. Ну, и я хочу сделать обзор всех трех докладов, очень короткий, и сказать, как, по нашему мнению, следовало эти доклады перестроить, чтобы они оказались при том же материале существенно лучшими. Начну с победителей турнира, с воронежской команды, которая представляла задачу «Саксонская миска». Ну, по этой задаче мы свой ролик тоже готовим. Что там происходит? «Саксонская миска» — это такие часы, водяные чаши с дыркой в дне, которую ставят на воду, и она постепенно тонет, заполняется водой. Ну, и время, которое она отмеряет, это время издопления, можно говорить там, прошло пять мисок. Вот. Что сделала команда? Сразу же начала рассматривать какой-то сложный общий случай, и в результате упустила главное. Но в самом деле, как мы можем регулировать время, которое отмеряет такая миска, когда вот она у нас уже есть с этим отверстием, ну, понятно, что можно ее утяжелять, или наоборот облегчать. Ну, когда она сделана, чем тяжелее миска будет, так быстрее она потонет. Ну, и, конечно, хотелось сначала увидеть просто самые простые общие соображения. Простейшая модель, ну, а простейшая модель здесь какая? Миска цилиндрическая, толщина стенок, ее вообще можно принять равной нулю, миска загружена, тяжелым грузом, ну, например, какой-то свинчаткой, тогда архимедовой силой, которая действует на эту свинчатку, на эту свинчатку подгружающую, можно в первом приближении пренебречь. И мы, когда такую модель рассмотрим, мы немедленно увидим, сразу же, из очень простых соображений, что разность уровней воды снаружи миски и внутри миски, она должна оставаться постоянной. Из самых простых соображений из закона Архимеда, увидели и тут же проверили на опыте, раз, о, она постоянная, как это предсказывает наша теория. Следующий шаг, раз разность уровней постоянная, то и разность давлений внутри сторони постоянная. Струя бьет с постоянной скоростью, так как вот та вода, которая затекает в миску через дырку в дне. Ну, а стало быть, миска будет заполняться с постоянной скоростью и тонуть с постоянной скоростью. Раз, и снова это немедленно проверили. И это будет у нас первая часть доклада, которую поймут все присутствующие, другие команды, зрители, члены жюри, все скажут, ага, молодцы, люди понимают базовую физику. А там, где вы показали, что вы понимаете базовую физику, вы можете пойти дальше, с этого места, сказав, ну, на самом деле, там, толщиной стенок в каких-то случаях пренебрегать нельзя. Ну, правда, если миску из пенопласта сделать, она же вообще никогда не потурит. И, там, отверстия в дне. Ну, простейшую формулу Торичелли мы выяснили, что применять нельзя. Нужны поправки, там, на форму отверстия, на то какой-то патрубок. А потом еще быть может, а миска может быть не цилиндрическая, а коническая. И вот когда вы после базовой физики, которую мы все поняли, будете рассказывать вот эти усложнения, которые, может быть, мы не успеем все понять, там, у вас формулы сложные, появляются. Но мы вам уже доверяем, вы рассказали базовую часть. Ну, и дальше мы за вами следим совсем по-другому. Теперь вторая команда. Это была команда лицеем ГТУ. Задача Фата Моргана. Ну, про такие миражи, которые, в которых несколько изображений одного и того же предмета видно. И прямые, есть и перевернутые. Ну, и, в общем, предлагалось такие миражи получать в кювете с водой. Ход луча контролировать, направляя луч лазера. Ну, вы расскажите нам сначала, что такое Фата Моргана. Покажите фотографии самого миража, который удалось получить с помощью вашей установки. Не надо начинать с хода луча, не надо начинать с математики, которая описывает этот ход луча. Надо сначала предъявить явление, явление, чтобы мы все на него посмотрели. А в докладе была всего одна фотография миража, и та, какая невнятная. Сделайте, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Потом скажите, ну, раз у нас есть и прямое изображение, и перевернутое, как так получается, что я вижу два изображения? Значит, в мой глаз, который находится здесь, луч приходит от одной и той же точки. И по одной траектории, и по другой. Как это получить с помощью градиента плотности оптической в воде за счет растворения соли? Что там, как лучи будут идти? Какие у нас есть возможности? Это будет дальше продолжение доклада. Это будет продолжение доклада. Всякие тонкости, которые рассказывал докладчик с самого начала, они вначале не нужны. Пока мы не понимаем целого, мы не понимаем, зачем нужны эти частности многочисленные. Сначала целое, потом детали, которые уточняют уже сказанное, ну, и соответственно, то, что все мы поняли. Ну, и между прочим, и у третьего докладчика, у 84-го лицея из Новокузнецка та же проблема, задача, фрикционный маятник, или фрикционный осциллятор, у нас про нее есть такой фильм, между прочим. Ну, и в фильме мы аккуратно рассказываем базовую физику, не касаясь тонкостей. Ну, потому что тонкости мы оставили для исследования, как раз участникам турнира, а базовая физика и так рассказана во многих учебниках. Ну, так вы расскажите сначала базовую физику, простейшая модель, в которой сила трения не зависит от скорости. Вот, как это называется, модель Амантона или модель Кулона, где сила трения это стрелье скольжения, это прижимающая силу умноженная коэффициент трения, постоянный. Расскажите, что там получается. Как там возникают не задухающие, не раскачивающиеся гармонические колебания. продемонстрируйте, что эта модель, ну, как бы вот в основе своей, как бы ваш эксперимент именно ее подтверждает для начала. Там, частота колебаний не зависит от массы этой самой балки, которая колеблется, не зависит от частот, с которыми вращаются колеса, а зато зависит от того-то, от того-то. В рамках базовой модели расскажите нам сначала за первые, ну, скажем так, 5-6 минут. А оставшиеся 6 минут от доклада уже посвятите тонкостям. Скажите, если вы разобрались с тем, что зависимость силы трения от скорости приводит к раскачке или наоборот к затуханию, так и скажите, но вы видели более тонкие эффекты, и теперь я про эти тонкие эффекты вам расскажу. И все кивнут головой и скажут, да, они понимают базовую физику, мы понимаем вместе с ними запомните, ведь члены жюри быть может про эту задачу, когда вы сейчас им рассказываете, в отличие от вас, которые занимались ей уже полгода, быть может, члены жюри слышат про нее впервые в жизни. Вот правда. И они должны понять, в чем тут основа, успеть, а потом уже пытаться понять ваши тонкости. Ну и вы построите свой доклад ровно в таком же стиле. Сначала базовые основы, которые всем понятны, а потом тонкости. Между прочим, этим летом, вот прошедшим на международном турнире, я поставил за физику выше всех оценку Сингапуру, хотя, наверное, у команды Германии было сделано больше и глубже. Но Сингапур сделал что? В сложной задаче. Сначала разобрал базу, где все кивнули, сказали, ага, они понимают и даже мы понимаем вместе с ними. А потом эту базу стал усложнять, 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 я не могу сказать, что я успеваю с такой скоростью все понять. Но я вижу, что люди опираются на некоторые принципы, которые я тоже уже понял вместе с ними, про эту задачу впервые услышав. Ну или там не впервые, но на таком уровне впервые. и тогда будет все хорошо. Это вот на мой взгляд в докладах сейчас у многих, очень многих команд, особенно тех, кто уже не первый год работает, да впрочем у новичков тоже самое, это самое больное место выстроить правильно вот этот порядок изложения. Сначала простое, все согласились, потом сложное. Ни в коем случае начинают сразу с какой-то сложной всеобщей модели. Никто не успеет вас понять, все скажут, что-то сделали, интересно. 6-7 поставлю, не больше, я ничего не успел понять, за что я буду выше ставить. Вот такие дела. Очень рекомендую вам этим принципом понять, что я сейчас сказал, хоть как-то усвоить, и этим принципом начать пользоваться. Спасибо большое за внимание. Спасибо.